Ты зачем залезла в туалет? Ну-ка не брызгайся в толчке, там же какахи плавают, лепехи! Всем привет, добро пожаловать на мой канал Тилька Плей, я Наташа, сегодня мы играем с тобой в Sims 4 за наше любимое с тобой семейство, которым предстоит очень-очень много еще чего сделать. Поехали! Если вдруг кто-то забыл, что у нас было в прошлой серии, то сейчас я вам расскажу. У нас выросла наша дочь, надо отчитать кота за то, что он вообще козел такой, вонючка, играется в кучах мусора, ты вообще как посмел? Мне хватает и вот этой штуки, и вот этого всего. Короче, что я теперь предлагаю? Я предлагаю, что нам надо переехать на новый участок, собственно, а почему бы и нет? Мне кажется, что этот момент настал, переезд, поэтому мы сейчас сделаем с вами вот так. Дед Мороз пришел, хорошо, здравствуйте. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас заходим с тобой в багаж семьи, здесь нихера, естественно, нету, и это продаем, короче, просто снести весь участок. А, подождите, стоп, а как же тогда мои вот эти вот всякие? Нет, их нужно поместить в багаж. Вот это все мы помещаем в багаж, это то, что мы будем выращивать на новом участке. Мы сейчас поедем в какой-нибудь новый участок, почему бы и нет? Мы можем себе уже, между прочим, позвольте, у нас вон шесть тысяч баблишка, как бы, ну извините меня. Перемещаю только траву всякую, которую продает Энигма, ведь она занимается садоводством. В принципе, в принципе, мне кажется, что это кто? Пригодится все. Все остальное мы делаем вот так, снести все, да. Вот, и мы получаем 23 тысячи, хорошо. На эти 23 тысячи мы можем что-то с тобой купить. Значит, давай, переехать, переместить семью. Мы сейчас полностью, так, я вся в шерсти, потому что вы что, сволоши санцу? Переместимся на новое место. Это моя доча, которую я назвала в честь подруги, которая обещала. Я ей надела колготки, чтобы жопа совсем не мерзла, как бы, ну ты сам понимаешь, холодно. Мать где-то шурындается, меня это напрягает. Но я не успела увидеть, где она шурындается, так что как-то так. Давайте. На новом участке мы сейчас поселим наше семейство. Сейчас подумаю, где это можно вообще сделать. Это город. Так, я хочу что-нибудь интересненькое, знаешь, что-нибудь прикольненькое. Может быть, можно купить им какой-нибудь трейлер, знаешь, типа, а почему бы нет? Мне кажется, они заслужили жизнь в трейлере. Ну или мы можем поставить какой-нибудь трейлер. Блин, они все здоровые слишком. Слишком дорого-богато. Так, мне нужно вытаскивать шерсть, поэтому не обращайте внимания на то, что я делаю. Здесь у нас чисто пустота. Дети у меня голенькие, на все готовенькие. Может быть, мы их посадим в этот, вот сюда, вот в этот, в Эверген-Харбор, который новый город. Есть вот это. Ну, блин, есть квартиры. Бууу. Ну, слушай, квартиры-то как-то дорого-богато, мне кажется, да? Ну, блин, извините, мы до такого уровня еще не доросли. Я тогда предлагаю нам купить новое какое-то жилье. Вот, смотри. Есть вот такая вот халупа. 20 на 15 жилой дом. Ну-ка. Мне кажется, что прикольно. Давайте просто заедем, посмотрим, как это выглядит. Если что, если что, мы там подскорректируем. Давайте. Ну, слушай, очень так даже неплохо выглядит. Давайте без мебели, потому что мы его сейчас сами обставим, как мы хотим. Как нам нравится. Во-первых, у нас еще двое детей, не забываем об этом. То, что каждому ребенку нужна своя комната. А бюджета у нас тютелька в тютельку, притык в тык. Вот, поэтому мы сейчас с собой. Что за страшные звуки? Остановить инфекцию. Вы нашли источник инфекции, заразивший Стрэнджинвиль. Им оказалось материнское растение невероятных размеров, находящееся в лаборатории. Чтобы вернуть город к нормальной жизни, вам придется одолеть коварное существо. Хорошо, хорошо, но мы приехали вообще-то сюда, в наш новый дом, в наше новое жилье. Я предлагаю нам сделать день, потому что у нас сейчас будет стадия ремонта. А вот это можно убрать? Типа, мне это не нравится, вот это вот что это такое. Мне не нужен Новый год, Джингл Беллс. Зачем это все мне? Зачем? А если дети у меня надышатся сейчас? Не, ну, в принципе, в принципе, здесь относительно неплохо. И я думаю, что очень даже хорошо. Хорошо, значит, смотри, потолчку мы можем себе позволить туалет. Понятно, что какой-то вообще можно поставить вот такой туалет. Нет, он не поместится. Давайте, значит, посмотрим. Душ. Душ. Есть вот такой душ, типа походная палатка. Есть вот такая вот ванна. Но за ней, типа, смысл какой? В ней ничего не видно. Поэтому либо душ, либо нормальная ванна. Ну-ка, а по ваннам что у нас есть? Да-да-да, мне нравится. Мне очень нравится. Я думаю, знаешь, как поставить? Я хочу поставить таким образом. Наверное, давай вот так мы поставим в угол. Рядом у нас будет либо умывальник какой-нибудь. Вот такой вот тоже какой-нибудь полудеревянный. Вот что-то вот из этой категории. Вот, чтобы, в принципе, оно все стекало. Вот. И хочу, чтобы еще был у нас туалет. Давайте такой туалет. Ну, белый, наверное. А есть медный туалет? Нам нужен медный туалет. Но это не медный туалет. А нужен медный. Черный, зеленый. Ну, зеленый тоже такой себе. Тоже такой себе вариант. Вот. С говнокрышкой. Но слишком дорогой туалет. Это уж слишком дорого-богато они будут жить, я тебе скажу. Нет, тогда давайте просто обычный вот такой вот белый туалет. Я хочу, чтобы у нас еще вот здесь... А, блин, туалет напротив двери. Типа ку-ку-ёпта. Ну, в принципе, а почему нет? Мы не стеснительные совсем. Отнюдь, отнюдь нет. И к кошаре поставим лоток в толчке, потому что обычно лоток стоит именно в туалете для котов. Но мы его поставим вот здесь вот таким вот образом, чтобы котик кекал в ту сторону. Рядышком здесь мы повесим какие-нибудь туалетные бумаги. То есть должен же быть хоть какой-то, да, декор в жизни вот этой семьи. В жизни этой семьи. И газетки. Газетки у нас все-таки могут быть такие, но мы вроде бы чуть-чуть богатеем, поэтому можно посидеть что-нибудь побогаче, хотя я даже не знаю. Давайте пока не будем. Давайте пока будем жить с такими газетками. Типа чуть-чуть всратыми, всатыми. Ну, а что поделать? Такова жизнь. Зеркало. Нам нужно зеркало. Зеркало, зеркало. Мы можем повесить вот такое, типа с динозаврами зеркало. Но это прям совсем. Такое тоже какой-то перебор. Что-то слишком дорогие зеркала, мне кажется. Вот, вот это хорошее зеркало. Мы его сделаем коричневого цвета. И будет идеально. Сюда же нужно повесить еще какие-то торшеры, чтобы не было темно. Страшно, сикотно, сик-сик. Вот, сик-сик я не хочу. Давайте вот такие вот листочки поставим здесь. Один будет листочек здесь. И один листочек здесь. Более-менее ок. Ну и, конечно же, Людмила Мазок бы не одобрила, если бы в этом помещении не было чего. Правильно, цветочка. Цветочек должен тоже быть какой-нибудь максимально всратенький. Например, по типу чего? Ну, вот эта покрышка здоровая, конечно. Сюда она не встанет. Может быть, кактус? А вот это что-то? О, вот это красиво. Ну, блин, это слишком богато. Это слишком... Ну, хотя, а что там цветы нарвал и поставил? Бочка! Все, ребята, бочка! Все! Как будто только что сорвала из огорода и поставила. Все! Прекрасно! У нас готово. Я не знаю, будем ли мы делать здесь сюда декор, но давайте сделаем что-то типа какого-нибудь сайдинга, который мы делали вот типа вот такой вот железный, да? Можно сделать чуть-чуть посветлее, чтобы было не так уж темно. Вот. И на пол, на пол положим какой-нибудь либо металл, опять-таки, какой-нибудь, знаешь, металл такой. Но это как-то жестко. Но это трейлер с другой стороны. Типа, извините меня, хер ли вы тут выделывать. Вообще-то, а не надо тут это выделываться. А есть какой-нибудь вот, например, какие-то листы. Мне нравится вот, в принципе, вот это. Давайте вот так. Пусть у нас будет здесь ржавый и вот такой вот небольшой, как тебе сказать, вот этого вот. Вот этого вот. И еще повесим, повесим сюда полотенчика. Например, хотя бы какое-нибудь вот такое черненькое на... Ага, не вешается. Хорошо, спасибо. Спасибо. Тогда я хочу, чтобы у кота был прекрасный вид. Чтобы котик, например, какал и видел симпатичную кошечку впереди. Чтобы у него была мотивация какать... Нет, не вот это, вот это хочу. Чтобы у него была мотивация какать в лоток. Он такой видит эту красивую кошку, думает, ля какая цаса. И садится, думает с ней, что он болтает. На самом деле он серит. Все-все просто. Здесь у нас общественное общее пространство. У нас нет таких, не может быть, дорогих обоев. Так, это обои ржавчины. Слушай, а прикольно выглядит. Очень даже стильно, я бы сказала. Это что? Убрать в комнате? Вот. Обои металлические панели. Не, ну это тоже как-то дорого. Для бомжей это слишком дорого. Может быть реально... Вот давайте вот такую поставим просто и все. Будет камень. Будет реально камень. А пол можем здесь сделать, в принципе, вот такой вот из этой вот щебенки. Я не знаю, что это такое. Давай теперь здесь с тобой решим. А почему здесь нету окон? Почему здесь нету окон? Объясните мне, пожалуйста. Почему нету здесь окон? Я хочу, чтобы здесь были окна. Я считаю, что мы заслужили здесь окна. Чтобы было здесь чуточку-чуточку посветлее. Я, конечно, понимаю, что не камильфо. Пристройку... А, может быть, это для пристройки детской. Ладно, сейчас посмотрим, как пойдет. А там уж разберемся. Короче, я, значит, построила все вот это вот. Получилось как? Вот это, значит, кухня. Как бы ты видишь, да? Это кухня. Вот кот уже сразу говнюк залез. Сраный вонючий кот. Вот кухня есть, душ есть. Есть для детей две кроватки. Ой, я им пол забыла постелить. Вот это прикол. Я думала, что я им постелила пол, а я не постелила. Но мы им постелим точно такой же пол, как и у родителей. Правда, у детей будет холоднее. Блин, а может быть им камин поставить? Типа, если моим деткам станет холодно ночью. А если они сгорят, как вы понимаешь, огонь это тоже не шутки. Можно им поставить искусственный. Ну, ладно. Пусть, ничего страшного. Они же в доме будут. Все. Короче, это у нас есть. Что там по моей жене? Где она? Боже. Ее опять накрыла. Мою жену опять прикрыла и накрыла. О май гад. О май гад. Куда ты бежишь-то? Продить. Таких приколов я еще не видела. Ладно, на тебя выпала вся суть взрослой жизни, мужик мой. Во-первых, тебе нужно наполнить все миски, потому что у нас голодные животные. Их нужно всех кормить. Это доча, кстати. Это наша доча. Ее зовут Лизка. Лизка, Лиза, Лизонька. Лизунчик, подлизунчик. Да, мамина радость. Так, ну куда ты полезла? Мамина радость. Япона мать, ну ты мамина радость или что это такое? Что это вообще такое? Воспитание. Наказать. Спокойно. Ну-ка, давай-ка, не брызгай себе, пожалуйста. А ну-ка, прекращай давай вот это вот говно, пожалуйста. Ну-ка, вылази из туалета, там какахи плавают. Ну-ка. Быстро вылезла. Быстро вылезла из туалета, там какахи плавают. Я кому сказал? Ты что, тупая, что ли? Я не понял. Что не так с этим ребенком? Ты почему меня не слушаешь, а? Не, вроде бы послушал. Все. Надо их уложить спать. Давайте почитать на ночь. Елизавете. Елизавета. Папа хочет, чтобы ты легла. Елизавета. Ладно, давайте я их просто уложу спать. Ложитесь спать, пожалуйста, сударь. Все спать. Быстро спать, я сказал. Бегом. Бегом. Байки-байки. Байки-байки. Ложитесь спать, пожалуйста. Спасибо. Все, дети спят. Дети у меня спят. Правда, с вот этим непонятно, откуда он у меня взялся, потому что все остальные дети у меня были нормальные. Так, муж ушел на работу. Что по жене? Ты чем-то не тем занимаешься, дорогая моя. Во-первых, иди займись стиркой, пожалуйста. Займись стиркой. У нас есть всякая вакцина от инфекции. Если мы примем эту вакцину, то по идее мы станем... Что мы станем? Я не знаю. Ой, это кто это такой? Дядьку тоже накрыло. Дядьку тоже накрыло, пошел ходить. Ты аккуратнее. У меня вообще-то здесь дети смотрят. У меня здесь вообще-то... Ой, какая страшная буря там. Япона, мать. Как страшно жить-то. Давай, стирай. Эй, о-о-о-о. Стираю я в корыте сраную одежду. Что с котом? Что с тобой? Кот разбудил мне ребенка. Лепетать под нос. Ну, лепетай. Лепетай себе, а дуба-дуба дай. Лепетай. Давайте, может быть, иникма пойдет у нас на работу или что? Мне нужно найти... А, я забыла еще знать, что сделать. Все, я убрала украшения. Чтобы их просто не было, они нам не нужны. У нас Новый год уже закончился. У нас началась взрослая жизнь. Кошка, собака, все вот что-то от меня хотят. Мне это не нравится. Мне это не нравится. Нужно мне... Сейчас муж придет с работы. Я ему дам вакцины, чтобы у меня был один человек уже за меня. А еще, возможно, ко мне придет моя подружечка. Я ей тоже что-нибудь дам. О, смотрите. У нас созрел урожай. Его, естественно, нужно продать. Так, ребенок у меня разговаривает с собачкой, да? Гладь собачку. Я хочу посмотреть, как ты будешь гладить собачку. Гладь собачку. Гладь собачку, давай. Ой, ты моя маленькая собачка. Ты моя. Ой, полизала нас. Сиди, какая сладкая собачка. Какая сладкая собачка. Ты там достирала свое белье или нет? Давай быстрее стирай. Ну, епота. Ну, епота. Взять белье и повесить на веревке для белья, конечно же. Конечно же. Как же? Садоводство садоводством. Но надо вешать все. Во-первых, я предлагаю к нам в гости пригласить подружку Лизу. Пригласим ее в гости. Мы дадим ей первое противоядие, которое у меня есть. Потому что нам нужно бороться с супер растением. Сейчас она придет. Вот она пришла. Смотри, какая нарядная. Нихера себе. Нихера. Ты, по-моему, поправилась. Может быть, ты беременна? Так, дать вакцину. Давай, дадим вам вакцину. Ой. Ой, у меня тут это... У меня тут что-то проросло случайно. Вот здесь. Надо это убрать. Надо это убрать, а то страшно жить. Дети в рот возьмут. Все, хана. Так, дорогая, прими-ка вакцину, пожалуйста. Ой. Чего? Елизавета получает вакцину временную защиту от инфекции. Завербуйте ее для битвы с материнским растением. А как? Завербовать. Давайте ее завербуем. Она будет вербовательницей. Я ее еще завербую только в путь. Она будет вербой моей. И она прям, видишь, вся в белом. Она как мессия вся, вся, вся. Это сраное растение. Че? Оно, смотри, оно мне в дом залетает. Это не очень хороший знак, то, что оно у меня в доме. А почему оно у меня в доме летает? Дети, не дышите какай, пожалуйста. Дети, идите домой. Зайдите домой. По-моему, она согласилась. Все, конечно, я вам помогу расправиться с материнским растением. Не терпится очистить Стрэнджинвиль от этой гнусной инфекции. Зашибись. Но, по-моему, у меня больше нету вакцин. Поэтому, при всем уважении, ребята, маме нужно поехать по делам. Дети пусть сами предоставлены сами себе, а мама поедет заниматься интересными вещами, между прочим. Между прочим, я поеду, знаете, куда? Я поеду в секретную мать ее лабораторию. Генри вернулся с работы. Но ничего, я ему сейчас сделаю эту самую едальнюю, жральнюю. Залью на него тоже. Сколько мне нужно вакцин? Вот в чем вопрос. Надо у матери попросить вот эти вот плоды. Побольше, побольше. Потому что она их дает. Она великая мать. Вот. И нам тоже она их даст. Вот мы здесь. Значит, первое мы возьмем вот у этого растения. Потому что за некоторыми можно ухаживать. И они дадут нам первый плод. Мы его заберем. Это будет первый наш плод. Нам он нужен для вакцины. И мне, естественно, опять придется открывать эту штуку. Серьезно. Опять магнитный ключ. Суприя, отстань, пожалуйста. У меня здесь вообще-то очень важная миссия. Я спасаю город. Я спасаю нахер целый, мать его, город. Целый просто. Ты не представляешь. Я сейчас немножечко кое-что сделаю. А, надо другую открывать, да? Дверь, по-моему. А где здесь еще была дверь? Значит, нам нужно надеть защитный костюм. Воспользоваться магнитным ключом. И у нас будет проход к другим растениям. К другим. То есть к мамке. К матери. Мать стоит где-то здесь. Вот здесь вот она находится. Нужно еще раз воспользоваться магнитным ключом. Нам нужно взять у нее как можно больше плодов. Усюка, здравствуйте. Давайте попросим, во-первых, подарки. Попросим богатства. Попросим богатства. Попросим фрукт. Просим фрукт. Просим фрукт. Просим фрукт. Просим фрукт. Просим фрукт. Дай, сука, фрукт. Все хотят фрукт. Все хотят жрать фрукт. Дай фрукт. Давай фрукт. Давай фрукт. О, она нам дала целую тысячу. Давай фрукт. Фрукт дай. Ой, боже, как страшно. Сейчас родит, смотри. Ой, спасибо. Нормально. У нас прям все от первого лица. Заберем сейчас у нее плоды. И потом здесь нам нужно будет сейчас посканировать. Посканировать всякие штучки, пособирать спорки. И начнем делать вакцину массового производства, чтобы побороть эту гниль и погонь. Вот что я хочу сказать. Так, положить в багаж, положить в багаж, положить в багаж, положить в багаж. Блин, мне кажется, если я все это буду продавать, я очень-очень-очень-очень сильно разбогатею. Ты даже не представляешь, насколько сильно я разбогатею. Так, сканировать. Давай, пока есть возможность, надо сканировать. Что, так мало, что ли? Всего лишь 4 штучки. Мне нужно, по-моему, на каждую вакцину мне нужно 5. А еще мне нужно сделать вот так. Заблокировать нужно мы не будем. А мы просто сделаем вот так. сделать счастливое, и все, и она забыла, что когда-то недавно она хотела кушать. Можно же было бы так в жизни сделать, но нет, к сожалению. К сожалению, такое в жизни не предусмотрено, а было бы классно. Такой раз, и все, не хочешь жрать, и худеешь, и не толстеешь. Замечательно. Хорошо, у меня 34 спора. Внезапно 34, это хорошо. Давайте создавать вакцину от инфекции. Нам нужно, как минимум, наверное, штук 5. Мы теперь хакер, мы после вот этой миссии будем с тобой устраиваться на работу в научный центр, потому что, типа, какого херла нет. Кстати, читала ваши комментарии, то, что многие хотят, чтобы я создала Людмилу Мазок и только алкоголика. Думаю, что очень скоро я это сделаю. Почему бы и нет? Хорошо. У меня опять инфекций. Ну, вакцин. Поэтому я пока что вернусь. Я думаю, пяти мне хватит. Я вернулась домой. Жалко, я не могу дать своему ребенку. А как мне снять скафандр? Снять защитный костюм. Все. Где мой муж? Муж. Здорово, муж. Я хочу, дорогой мой муж, я хочу, во-первых, хочу с тобой посплетничать и сказать, ха-ха, сверебятика, как дела, и дать тебе вакцину, чтобы ты был на моей стороне. Ты понял, пёс? Ты понял, пёс? А ну не отходи, я с тобой вообще-то разговариваю. Мне нужна твоя помощь. Как тебе наши дети? По-моему, они туповаты немножко, говорит. Энигма. Мужик отразиляет. Он у нас рыбак. Как бы молодец, рыбачит. Эй, ты куда это? Что ты делаешь? Что ты делаешь, женщина? Зачем? Генри получает вакцину. Генри получает вакцину. Он говорит, ну давай попробуем. Она такая, вообще не вопрос. Паучки опять у нас ползают в хате. Ты будешь ему засовывать вакцину? Давай, вакцинируй своего мужа. Сколько мне нужно людей? Я не помню, блин. Вылила тебе в лицо кислоту. Все. Теперь ты на моей стороне. В смысле? Ты что, не рад? Генри получает вакцину. Так, мне нужно его, во-первых, поцеловать. У нас что-то плохо с романтикой. Давайте я его заключу просто в объятия. Так, и завербуем тебя. Давай, сначала сосемся. Слушай, а ты ничего такой симпатичный. Иди, я тебя обнимашкать. Ой, смотри, я что-то там видела. То, что лучше не видеть. А можешь мне бороться с растением или нет? Да, молодец. Хорош. А сколько мне еще нужно людей? Сколько мне еще нужно людей? Вот в чем вопрос. Что ты ноешь? Чигимун, япона мать. Давай, иди на горшок, Чигимун. Чигимун должен пописать. Чигимун, я твоя мать. Я знаю лучше, что надо делать. Иди сюда, Чигимун. Пойдем. Мама тебя посадит на горшок. Мама тебя посадит... Ой, сын, а ты куда там смотришь? Ты смотришь маме на сыску? Зачем ты смотришь на мамину сыску? У меня что-то песик хочет очень сильно заниматься сексом и даже рычит. Ну, извини, песик. Такова жизнь. Давай, садись, Чигимунчик. Ну, он симпатичный. Он очень красивый. Просто нагулиный немножко. Я бы даже сказала, не немножко. Наш муж светлый, и я светлая. А получился немножечко, ну, такой... Как будто я реально со своей соседкой. Что, ты там тужишься, что ли? Ой. Ты аккуратней, пожалуйста. Я бы не стала смотреть. Мало ли что там. А чем занимается со второй ребенок? Она хочет кушать! Генри, япона мать, покорми ребенка! Ой. Там что-то все плохо. Ребенка нужно покормить. Ты можешь ребенку приготовить еду? Подать ужин? Давай какой-нибудь макароны сыром готовь. А что за дичь происходит? Какого хрена? А что так много людей здесь ходит? Ребята, у вас все норм? Вас как-то стало больше. Так, что делает говнопес? Я не могу взаимодействовать с песиком. Я тоже стала одержимая. Я увидела своих братанов и пошла тоже куда-то в атаку. Блин, ну такое себе. Ну такое себе. Так, мне нужно отругать этого говнопса за то, что он играет в мусоре. Какого хера ты играешь в мусоре? Я тебя мыть не собираюсь. Ты, пес! Запрещено! Надо пригласить всю семью покушать. А то они сейчас все окалеют. Особенно дети там. Ну смотри, у нее все красное. Она голодна. Иди жри, господи, ты че? Иди кушай. Иди кушай. Иди. Все, кушать пора. Телепузики есть. Че там по моей жене? Она у меня опять это... Одержимая. Ты куда пошла шляться? Она пошла там общаться с кем-то. Я смотрю, по-моему, эта биполярочка обостряется. Это не очень хороший знак. Че, все покушали? Так иди, пасы, на улицу. В чем проблема? Иди сходи в туалет. Пописей. Ну зачем? Ты что, в доме носал? Вот это класс. Вот это мне повезло. Ладно, я сейчас вытеру. Ой, как красиво окно такое красивое. Ну ты что застрял? Вытереть надо. А то сейчас пес будет в своей же моче копаться здесь. Еще и кучу навалил. Я вижу, что ты там кучу навалил. Генри, посмотри, там кучу навалили. Генри! Я вошла в тебя. Я не хотела этого делать. Генри, дай выйду. Там пес навалил кучку. А ребенок может играться с кучкой? Нет, ребенок ничего не может делать. Только какашки написано. Написано только какашки. Только суровая жизнь. Так, жена у меня очнулась. А вот мой ребенок, походу, дурачок. Нужно его наказать. Потому что какого хрена ты мусоришь? Сына, не мусори, пожалуйста. Ну что ты делаешь? Боже, да ты что? Ты с ума сошел, что ли? Я тебя сейчас накажу. Наказать твердо. Выразить разочарование. Сына, мама очень разочарована тем, что ты делаешь. Зачем ты это делаешь? Зачем ты это делаешь? Объясни мне, пожалуйста. На кой хер? Я продам свои кусты. Да ты с ума, что ли? Мне че? Строго накричать. Раз ты по-хорошему не понимаешь. Я хотела быть хорошей матерью. Я хотела быть хорошей... Я хотела быть хорошей матерью. Они меня доводят. Так, ну может девочка поймет? Понятно тебе. Вот так понял. Вот так понял. Ну сразу надо было давать по жопе. Так, ты. Ну-ка веди себя нормально и не мусори здесь. Вот, это сразу поняла. С первого раза. Молодец, хорошая дочка. Ну давай пригласим Полину и пригласим Суприю. Почему бы нет? Пусть приходят в гости, они будут это... Здравствуйте, здравствуйте. Узнать лучше. Да ты издеваешься. Вы меня доведете, дети. Ты зачем залезла в туалет? Ну-ка не брызгайся в толчке. Там же какахи плавают. Лепехи. Доча. Ну какого хрена? Так, что делаешь? Ах ты мелкий говнюк. Зашел он, понимаешь. За трейлер мой. Я на тебя опять буду кричать. Ты по-хорошему не понимаешь. Тупица ты маленькая. Хорош. Пачкать. Эти дети меня доведут. Пожалуйста, не создавай беспорядок, доча. Иначе я на тебя сейчас тоже наору. Так, давайте я тетке дам вакцину от инфекции. Полина получает вакцину. Так, мне нужно переодеться, потому что я могу умереть. Я не хочу же умереть. Я вообще-то мать молодая. Я переодеваюсь просто в одежду. Нет, это не годится. Ой, у меня хоть люди уберутся. Давай в жаркую, в летнюю одежду. Хотя зима, ну, видимо, жарко. Я хочу, подружка, завербовать тебя. Давай завербуем тебя. Будешь вербовочным моим персонажем. Нам нужна драка. Нам нужен экшон. Есть. У меня еще один человек есть. Сколько мне вообще нужно людей? Так, батя. Займись этими сраными детьми. Ты погляди, какой вонючий ребенок. Не создавай, пожалуйста, беспорядок, сына. Ну, япона мать. Прекрати. Прекратить, пожалуйста. Сколько я должна это терпеть? Я думаю, что, в принципе, можно дать ей вакцину. И у нас еще плюс один. Давай. Я не знаю, сколько нужно, правда. Может быть, человек пять, может быть, больше. Но сейчас посмотрим. Все, еще одной вылили в лицо. Это кто? Это соседи, что ли? Ой, давайте пригласим. Давайте пригласим Степана. Степан. Здравствуйте. Заходи. Ой. А Степан кажется такой. Степан какой-то такой. Эээ, ладно. Ладно, вы притворяетесь нормальными. Подожди, ты куда пошла? Стой! Куда ты пошла? Суприя, я с тобой не закончила пригласить на свой участок. А ну, восходи обратно. А ну, приходи ко мне в гости. Ты че? Вообще-то, вообще-то, моя дорогая Суприя, я хочу тебя завербовать в свою команду. Это тоже соседка? А че они все ко мне домой собираются? Они решили меня атаковать? Сколько нужно людей? Добро пожаловать в Стрейджинвиль. Да, спасибо. Только вы какие-то длбанутые. Пригласить соседей войти. Давай, пригласи всех соседей. Заходите, дорогие соседи. Вы немножко странные, но вот что поделать. Что поделать? Такие вот у меня странные соседи. Нашествия идиотов просто. Просто посмотри, что происходит. Они все очень странные. А если я и... А, я не могу с ними ничего сделать, да? Акстись. Ну, вот этого я могу акстить. А вот этих я ничего не могу с ними сделать. Давай ему сделаем акстись. Давайте ему сделаем акстись. Ну-ка, давай. Приходи в себя. Пришел в себя или нет? Мне кажется, он пришел в себя, нет? Еще разочек. Еще разочек нужно его ударить. Еще разочек нужно его ударить. Мне кажется, что его сейчас точно сработает. Давай. А что это? А, это огонь. А, он не дает. Он не дает. Ну-ка, давай еще раз. Рано или поздно у меня получится. Рано или поздно у меня получится. Да какой же ты вонючка. Дай-ка мне дать тебе леща. Давайте я попробую с ним поговорить. Я усыплю его бдительность. А потом я его ударю. Потом я его ударю. И все. Смотри. Смотри. Я его сейчас ударю. Давай. Бей его. Да какой же ты. Он не дает. Он мне ничего не дает сделать. Прикинь. Это что это такое? Это растение у меня выросло? Есть необычный фрук. Нет, не надо. Не надо. Продать все. Продаем просто все, что есть. Продаем и богатем. У меня 13 тысяч, между прочим. Давай его еще раз. Со спины долбанем. Со спины долбанем. Получится сейчас. Давай. Во. Давай, приходи в себя. Блин, что-то все хуже и хуже становится ситуация. Посмотри. Они все дергаются. Это реально нашествие зомби. Я не знаю, что с этим делать, ребята. Я не знаю, что с этим делать. Но в следующей серии мы будем с этим явно бороться. Мы создадим свою команду и пойдем на это сраное мать его растение. В этой серии мы начали собирать армию на гигантское растение. В городе становится как-то хреновастенько. Дети непослушные. У нас есть новый дом. Мы потихонечку начинаем становиться на ноги. И после того, как мы победим гигантское растение, мы будем искать энигмию работу. Спасибо, что посмотрел это видео. Подпишись на канал. Поддержи меня лайком. Увидимся уже очень скоро. Пока.